В прошлом уроке мы говорили с вами о первой основе, а это искренность или очищение религии перед Аллахом, противоречием ему является ширк многобожий. И если человек впадает в большое многобожие, то все его дела становятся тщетными, награда за них исчезает. А если человек впадает в малое многобожие, то портится то конкретное дело, которое он совершил от малого многобожия, как, например, совершал молитву для показухи. Конкретно данная молитва не будет у него принята. Теперь поговорим о второй основе. Что это? Какая вторая основа? Кто основа? Собираться на ищтема. Ищтема. Собираться. На чем мы должны собираться? Мы не можем собраться ни на чем, кроме как на том, на чем собрались пророкцы и сам его сподвижники. Поэтому мы видим, если кто-то, какое-то собрание, которое объединено на чем-то, и мы видим, что они не на Куране, не на Сунне, то на самом деле это не на объединение, а наоборот разделение. И поэтому основа, с которой пришел пророк, это объединить людей. Объединяемся на том, что наш Господь един. И пророк наш один, Мухаммад Саввиласи. И шариат наш один. Направление в молитве, Кибла одна. И говорят, люди, говорят, собираются пять раз в день, да, в каждом селении, собираются. Люди какой-то определенной селении, каждая джума, также собираются вместе. Также собираются во времена праздника. Мало того, говорят, собирают целые государства и племена во время хаджа в одном месте. На чем будем тогда объединяться и собираться? Будем объединяться и собираться над тем, на том, на чем было объединение пророка с самого Господвижника. Например, брат скажет, сегодня, говорит, хотим объединиться. Мы спросим, на чем? На молитве, говорит, соберемся все вместе в мечети для того, чтобы помолиться. Это, говорит, является ли это основой из основы Ахли Сунна, аль-Джима? Я говорю, наам. Скажем, да. Так. А другой придешь, человек скажет, давайте, говорит, сегодня соберемся для того, чтобы сделать джикр. Тысячи раз будем говорить, субханалал, тысячи раз, аль-хамдуля, тысячи раз, Аллах, Агбар. То есть соберемся, делаем собрание для джикра, для поминания Аллаха. Но одно, говорит, мы будем его ограничить вот этим количеством. Тысячи раз повторять. Тогда мы скажем, это не объединение, а наоборот, разъединение, да? И это не будет, нет в этом объединения. Поэтому является, как бы, правилом или основой, как разделить между объединением и разделением. То есть объединение будет лишь на том, на чем было объединение пророка, сам его сподвижник. Например, мы видим, люди собрались в каком-то месте определенном. Будешь ли ты к ним присоединяться или нет? Это шейх Аль-Ан. Аллах, субханалу, айссан лаху, вазахаблил-хадж. Например, шейх говорит, Аллах обрешен, он поехал в хадж. И приехал в Мадину. И увидел какой-то круг, который обучает каким-то знаниям в мечети пророков-саласа. Например, ему скажут, это говорит шейх, обдумывайся на бад, и он не изучает сейчас сахих бухарев. Должен ли он к ним присоединиться или нет? Да, говорит, он должен к ним присоединиться для того, чтобы увеличить количество Аль-Ассуна. И, говорит, потом он уехал в другую страну. И увидел также собрание людей. И он спрашивает, на чем эти люди собраны? Ему скажут, что эти люди собрались для того, чтобы праздновать Маулит, день рождения пророка, сам его саласа. Ему скажут, давай присоединяйся к нам. И он должен сказать, нет, это не является объединением. Если я присоединюсь, то тем самым я буду противоречить основе и основе из основ Аль-Ассуна. Аль-Ассуна? И так же должно быть внешнее объединение, которое приводит к внутреннему объединению. Как был такой случай, когда пророксом с подвижниками ходил в какие-то походы, и когда они останавливались, то сподвижники расходились по тенечкам, по деревьям, в какие-то долинки спускались для того, чтобы отдохнуть. И пророксом сказал, это ваше разделение от шайтана, сказал. То есть, кто-то скажет, я хочу здесь отдохнуть, другой скажет, я хочу там отдохнуть. Как мы видим, это в некоторых собраниях. Вот подобное разделение от шайтана. Так же и когда мы собираемся для еды и питья, говорит, вместе, Аллах дает барака в этой еде. Даже когда имам говорит, читает фатиху, что он произносит? Он говорит, читая фатиху, как читает, говорит, и яка наобуд, то есть тебе мы поклоняемся. Он не говорит, тебе я поклоняюсь, он говорит, тебе мы поклоняемся. Как будто бы он говорит, Аллах, мы собрались для того, чтобы поклоняться тебе. Так же, когда мы слышим Азан, к чему нас призывает, она говорит, спешите на молитву, спешите к успеху. Поэтому мы должны стремиться объединиться на том, на чем объединился пророк сам со своими сподвижниками. И также должен опасаться большим опасением любого вида того, чтобы впасть в разногласия с объединением. Человек может противоречить в каких-то мелких вещах. Например, Васал ибн Атта. Как, например, был такой человек, Васал ибн Атта. И он сделал одну очень маленькую вещь. Что он сделал? Хасан Аль-Басри был такой, один из больших имамов, Ахид Сун-Аль-Дяма. И люди собирались у него для того, чтобы получать от него знания. А этот Васал ибн Атта один человек. Он сказал, что я не буду с ним, я, говорит, отдельно сяду, уйду от них. Он говорит, что маленькую вещь всего сделаю, казалось бы, да, то есть он сказал, я не буду с ними сидеть, я отдельно от них сяду. И в итоге, говорит, постепенно, шаг за шагом, говорит, его вот это отделение привело к тому, что он стал, говорит, имамом, говорит, заблудшие стекты, такие, как му'тазили. Почему, говорит, она называется му'тазили, эта группа? Потому что это смысл, это слово, как бы, отделившиеся. И тем самым, как бы, как бы, отделился от Ахли Сун-Аль-Дяма'а, создал свою отдельную какую-то группировку, свой отдельный мажор. Поэтому, говорит, сторонись того, чтобы неврежно относиться к каким-то мелким вещам, противоречиям, потому что в один из них это может стать великим делом. Например, есть какой-то вопрос, которым разногласивают ученые. Например, как второй джамаат в мечети, да? Что является основой, говорит, это первый джамаат, когда слышим Азан, либо же второй джамаат? Мы скажем, что первый джамаат это основа, да, к которой призывается Азан. Например, вот как брат наш Хамза. Он скажет, я не хочу за этим имамом молиться, я буду второй джамаат лучше встану, со вторым джамаатом. И он договорился с какой-то группой людей о том, что они будут опаздывать на молитву, и будут заходить, как только молитва закончится, для того, чтобы вычитать вторым джамаатом. Что это является? Что он добивает этим вторым джамаатом? Разделить ряды мусульман. Разбить, да, ряды мусульман? Тогда мы скажем, что нельзя такое делать с джамаатом, запрещено так поступать. То есть мы видим какие-то вещи, которые нам кажутся маленькими, но на самом деле это великие вещи. То есть почему? Потому что он знает, что целью является именно первый джамаат. И человек стремится постоянно совершать намаз с первым джамаатом. Поэтому если обратить внимание, которые читают вторым джамаатом, их состав не меняется. Например, родимый джамаат постоянно читает вторым джамаатом, опаздывает на это. Потому что они привыкли уже к этому. Поэтому, братья говорит, мы должны объединиться на том, на чем было объединение пророка с подвижниками. И это является второй основой, и Аллах знает об этом лучшего.